Сегодня в пятом часу утра, когда в Екатеринбурге трескучий мороз, красный нос вступил в финальную простуженную схватку со снегопадом. На пионерке на углу Уральской Маяковского в огненосных муках один за другим гибли частные постройки. Банька, за ней большой бревенчатый дом, мойка и автосервис с шиномонтажкой при дачу. Из-за ветра пламя с ненасытностью проголодавшегося великана пожирало одно строение за другим. А мороз в перемешку со снегопадом не позволял огнеборцам оперативно приступить к битве с огнем. Просто чудо, что в этой трескучей морозной и пламенной одномоментной кутюрьме никто из людей не пострадал. Но если в самом деле существует ад кромешный, то он был в это утро здесь, на пионерке, по соседству с бизнес-центром «Основа». Под утро основательно многофункциональное строение, похожее на пузатую книжку, распахнутое посередине, из-за черного дыма погрузилось во тьму, как и часть улицы Маяковского. В довершении всех бед электрикам на всякой пожарной пришлось обесточить часть соседней улочки. В это трудно поверить, но пламя за полчаса или около того с 80 квадратных метров разрослось до полутысячи испепеленных квадратов. Олег Иванов из Большого дома напротив проснулся под утро, услышав внизу, что кто-то забор ломает. Как признался очевидец в комментариях городскому порталу Е1, он вышел на балкон, а там такое. Олег признался, что частенько машину свою мыл на той самой под утро сгоревшей автомойке. И хозяина автосервиса он хорошо знал. Хороший мужик, жалко его, признался очевидец. В это время огнеборцы, сразу подняв ранг пожара до 1 бис, озябшими руками пытались извлечь воду из перемерзших гидрантов. В этот момент пламя уже подбиралось к автосервису. И чтобы взять его в плотное водное кольцо, пожарным понадобилось не меньше двух часов, а точнее сказать больше двух. Лишь в седьмом часу утра пламя удалось сбить и обугленные руины пролить как следует. Кстати, как ни странно, но в огне во дворе, здесь за оградой, уцелели березовые дровишки, которые хозяин для баньки прок запас. Сейчас дровать ей вроде бы и ни к чему. Вполне вероятно, что после пожара хозяину погорело во дворах. Не захочется вообще на огонь смотреть.